приветствую всех на своем канале меня зовут анжелина и мы с мужем магаданцы недавно переехали жить в рязань и у нас появилась возможность иногда приезжать в москву и бывать тех местах где еще не ступала наша нога и вот одно из таких мест где мы еще ни разу не были это московская канатная дорога и воробьевы горы никогда не была на воробьевых горах и решили посмотреть что это такое и заодно посмотреть канатку и покататься таких открытых кабинках которые мы видели катаясь по осени по реке на пароходиках и запланировали вот съездить подумаешь зимой но думаю посмотрим а летом мы сюда обязательно приедем и мне чем-то напомнила канатка канатки на розов на розе хуторы стасадке и красной поляне но только она можно сказать канатная дорога в миниатюре потому что протяженность ее всего лишь 720 метров и время в пути в одну сторону всего пять минут конечно это очень мало но хватает чтобы насладиться красотами посмотреть на москву на москву реку и виды вокруг посмотреть как строится сейчас трамплин на склонах в общем вы это все увидите в моем видео но о ценах я расскажу вам чуть позже и помещу табличку с тарифами и также сразу скажу что нужно перед тем как сюда ехать обязательно посмотрите расписание скольки часов работает в этот день канатная дорога иногда она работает с 11 иногда с 12 до 21 часа до 23 но чтобы как-то планировать свое время и читала я отзывы уже после посещения канатной дороги монтируя это видео они очень разные кому-то понравилось кому-то очень очереди большие кому-то кабинки грязные ну люди сами что-то портят нам попались нормальные кабинки хороший персонал который встречает приветливо все рассказывает показывает но если хотите испытать больше удовлетворения и кайф от этой прогулки на канатной дороге все-таки посетить ее в более теплое время года например летом и виды будут более красивые в кабинках не будет холодно и будет возможность прогуляться по лужникам ну а чему переезжаем на другую сторону ну а мы за вас пока покатаемся зимой ну а пока чтобы не ехать голодными мы решили заскочить шаурмяшечную как сережка сказал кстати она очень даже уютненькая вот такая маленькая в общем перекусим и поедем здрасте смотрите как весь бюро заказал отлично а за окном горы снега конец января 2022 в общем купила сейчас будет есть но мы поехали за билетами короче стоит 100 рублей в обычные дни понедельник вторник туда а стоя обратно 100 со среды по пятницу стоит 200 рублей туда и обратно а по скидки пенсионера минус 50 рублей как-то так ну короче у нас обойдется 400 рублей туда обратно съездить мы хотим еще там погулять это кратко поехали мусон классный думаете что мы делаем мы едим на холоде шаурму в кафе жарко пусть северные люди вместе с этим беги где наелась уже под носку танцы здесь так классно лавочки все в снегу так здорово видите сколько снега это горы снега потому что воробьевы горы и просто так же на втором этаже кафешка мы пойдем прямо сюда так мне надо 8 рук 8 рук вот так вот это делается а так спасибо хотим хорошо хоро весь город каток ой ну вот эти системы вау класс это почти знаете как в рози хутор но эти кабинки посовременнее да холодные зима на улице с тобой летом здесь покатаемся и я имею ввиду в общем все остальное покажу вам видео снимать сейчас не буду сейчас буду просто это фотки делать так не потеряй сереже этот не потеряй вот так мы оторвались и полетели слушайте здорово да так внизу что-то строится нифига здесь стройка идет ой какие здесь красивые виды а горная трасса типа будет да ну нафиг чё серьезно подъемник а что страшно а кстати смотри здесь открывается не только с одной стороны со второй до перед ним да слушай какие виды классные но не могу вам все-таки не снять вот это кусочек москвы с воробьевых гор кабинки которые бегут нам на встречу здесь внизу что-то строится мы сережкой решили что все-таки что-то будет горнолыжная вот трамплин строить серега смотри буду вот он вот он да это трамплин а здесь пушки уже поставили для снега но здесь такое строительство хорошее ведется вот так ну и немножко потом поснимаю он москву сити видите да красивый такой вид и небо сегодня такое темное так москву реку попозже как и когда будем ее переезжать да здесь перед рекой тоже видимо посадка кабинки замедляют свой бег и тут их как бы стая и гнездо их так много но видимо людей здесь совершенно нет потому что ну все сели там такие кабиночки там и на средней площадке перед рекой а красивые кабинки если быстренько все показать и мы выезжаем ухты пароходы ходят зимой представляете вау причем с такой рекламой на боку такое устройство в общем мы полетели дальше причем вверх я присяду я присяду то что я стояла чтобы лучше было видно так это у меня у канатную дорогу хочу поснимать именно видеть ой ммм когда то мы здесь на пароходе проплывали блин как высоко то какой лед на реке пипец а с высоты то а как это необычно ох ты же на москве реки лед товарищи и вот с одной стороны до парк воробьевы горы это университет прямо видно да красиво какой он высокий раз свой видно за горами это пароходы мы тоже вот по осени в октябре здесь наташа привет помнишь мы тут плавали все хотели покататься приедешь обязательно прокатимся с тобой а с этой стороны лужники а здесь вот так хорошо видно москва сити да вид конечно очень очень интересный так ну и если кратенько для инстаграма вот так кабиночки пролетают мы пролетаем над рекой лед поломанный и ходят пароходы по льду это университет на воробьевых горах еще одна кабинка это лужники скоро мы будем спускаться вниз а вот с этой стороны москва сити видна ну и москва река нет рыбаков потому что лед то не крепкий с пароходами проезжали мимо колонны там да ну да понятно проезжали мимо колонны там лед такой крепкий и рыбаки сидят знаете как в ногаевской бухте с удочками много-много ну сейчас мы будем с того места опять спускаться вниз ой блин я так нравится так нравится вот такие дорожки вот так погуляем в лужниках не знаю может быть кофе попьем посмотрим оно некуда сейчас а может быть оно когда летом то и ничего понятно а сейчас да летом здесь наверно пароход останавливается ух ты какой тут ведун вообще пипец поедем да я забыла что мы еще назад эти с машины что так ну все как и там было в общем то сейчас двери откроются и мы пойдем подойдем мне это напоминает рози хутор да вот все таки как вот эти штучки по кругу все ходят так какой то выход здесь странный потайной выход в общем мы пошли гулять вот ага на обратном пути сниму то что не доснимала так так мне рассказывали что на воробьевых горах катаются все на лыжах каток здесь есть но каток по моему на этой стороне нам сказали пойдем сейчас посмотрим вот где они катаются на лыжах с горок а это действительно трасса вот лыжная будем обратно выходить я вам покажу там есть фотография не трасса а трамплин такой горка такая высокая в Магадане то они кругом а тут вот одна одна на всех на весь парк не дверь вот такая погода сыпят сыпят солью поэтому ноги мокрые везде шуга пойдем гулять по парку мы поели но теперь надо подкрепиться и выпить горячего кофе смотрите все можешь так сахар и и мне палочку мешалочку пожалуйста у тебя качу тюн тю 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 ля 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 ой хорошо так как товарищи сейчас пойдем искать каток говорят здесь есть каток и мы пойдем кататься на коньках вот так вот ну в общем решили погулять по этому месту по лужникам поняли что здесь очень много снега эти горы в два моих роста делать здесь нечего зимой потому что здесь зимой не очень красиво снег людей нет кафешки все вот из этой штуки мы вышли и скорее всего мы больше никуда не пойдем пойдем обратно ну это сам комплекс лужники так как у меня не сильно ножичка не работает то есть она все равно болит на большие расстояния ходить не могу ну а здесь вот прошлись и все вот смотри схема Сереж видел да схема где что так где что находится можно изучить конечно на этом все мы где то вот в общем мы посмотрели эту схему здесь много чего есть территория большая мы находимся аж в самом вон там вверху а вообще видите какая территория громаднейшая в общем мы решили сегодня никуда не ходить как видите снега дофига чищено не очень и вот несмотря на то что минус 8 зябко ноги мокрые от того что снег тает шлепотня дороги все сыпятся когда есть такое ощущение будто все минус 15 поэтому мы на машине если еще машина у нас на другой стороне реки вот мы решили приехать сюда летом вот сейчас просто нет такого желания мы просто хотели покататься на канатке а летом мы сюда приедем обязательно погуляем по всей территории вот этого комплекса вот потому что я уже не помню была здесь давным-давно в молодости поэтому мы поехали дальше кататься над рекой вот ну еще куда-нибудь съездим по городу ну в общем прогулялись мы по территории поняли что ноги мерзнут чищено не очень решили все таки ехать обратно и пойти туда где теплее вот видите какая красота о чем я вам говорила такой здоровый трамплин такая здоровая трасса и вот на фоне горит то что мы видели верхушку чуть-чуть раньше ага здесь видимо на лыжах катаются на бордах вот на бордах тын-дын-дын-дын я не знаю почему они сейчас ее монтируют может она до этого была ну в общем а зал здесь вот такой это точно вход сережка да короче мы вышли вот здесь а вход у нас вот здесь людей нет то есть вход по вот этим штучкам так кстати да и билет мне обошелся знаете сколько куда прикладывать не прикладывать штрих-код вот сюда вот ага 300 рублей пенсионерам обошелся туда-обратно вот так ну и все на второй этаж опять же в кабинке как зашли вышли так и зашли ух 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 ну что поехали кстати в кабинках работают телевизоры ты можешь в пенушку посмотреть да то есть можешь не глазить по сторонам хотя мне кажется весь смысл что ты едешь на этих кабинках да над рекой чтобы посмотреть все что вокруг ух ну а здесь мне кажется просто идет вот реконструкция судя по той картинке которую мы видели да что здесь уже трамплин и трасса была сейчас что-то делают переделывают мне вот интересно все таки где тут катаются на лыжах потому что я знала что знаю при на лыжах на сноубордах сюда приезжают только вот в какое место наверно знатоки специалисты это знают я нет а сейчас здесь вот так да интересно 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 все то что неизвестно ой вот сейчас сити освещается солнцем вот это красота да слушай серёга вообще офигенно жалко что мы вот за деревьями да тут вот строят 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 копают копает на той картинке была такая трасса новую да старая горка была другая абсолютно она была ровненькая какая-то видимо для прыжков видимо да так основательно работает да ну а для посещения это место закрыто судя по той фото было здесь много народа много сноубордистов все скатывались по этим как они называют горам и даже это не горы это просто какие-то холмы я бы сказала возвышение ну разве это горы и это даже не сопки воробьёвы возвышения воробьёвы возвышения да ну я думаю что летом здесь красиво если они сделают такой трамплин тоже будет народу чем развлекаться интересно когда они ну в этом году вряд ли они его сдадут это на следующий год делают да ага много так ладно это у нас была маленькая прогулочка вот такая у нас прогулочка получилась по этому месту небольшая краткая но стоит еще побывать в лужниках потому что мы были в самом начале как видели на карте территории лужников очень громадная мы только только вот дошли прошлись и на этом все там есть что посмотреть естественно предварительно почитаем что там за залы что там за корты что там интересно ну и побываем там когда летом видите зимой для путешествий это не место да наверное зимой надо ездить в альфы ну или на красную поляну так в Багадан в Багадан садись в Багадан садись так о мы подъезжаем мы начинаем тут подергиваться да опа ну напоминает это мне что то как его красную поляну и розу хутор и все остальное а да видите лыжи здесь водят в лужники или из лужников ну в общем так вот на этом с вами прощалась с вами были мы с Сережкой и мы поехали куда-то на следующее интересное место всем пока пошли пойдем пойдем это Сережка он кремль пытается увидеть красную площадь нашел? да в площадь ты не увидишь но кремль кремль не нашел прям по ходу вот этого забора и чуть левее вижу купола такие золотятся они зеленого цвета а мне кажется что это не они Сереж ой сейчас рукавичку одену полотно 100% сейчас можно отсюда а с этой стороны какой сильный ветер мама моя родная СССР? да? ну сейчас я посмотрю а сейчас еще иллюминация осталась новогодняя это воробьевые горы воробьевые горы воробьевые горы ну я тоже хочу посмотреть дубарина пипец 27 января подожди я хочу тоже посмотреть Сереженька Сереженька я хочу герб посмотреть воробьевые горы а вы снимаете сейчас ой как хорошо видно вот такая прогулка у нас случилась в конце января 2022 года на воробьевые горы мы для себя открыли московскую канатную дорогу а также новые локации в Москве где можно погулять приехать летом я думаю что летом будет здесь наиболее интереснее красивее самое главное что теплее мы сможем прокатиться в кабинках на другую сторону реки и погулять по лужникам а с кабинки помахать руками проходящим судам пароходиком что мы и делали когда мы катались по реке мы также махали руками тем кто сидел в кабинках и вот с того момента мы захотели здесь побывать и случилось это зимой но тем не менее нам понравилось потому что действительно здесь неплохо есть что посмотреть я очень надеюсь что мы вернемся сюда летом чтобы погулять по комплексу лужники где находится большая спортивная арена которая известна многим и если помните в 80-е годы там было открытие олимпиады закрытие олимпиады уносился в небо олимпийский мишка в 89 году проходил музыкальный фестиваль и еще много чего ну об этом всем я расскажу наверное в следующем видео когда мы побываем здесь летом а пока надеюсь вам все таки было интересно я с вами прощаюсь я Сережка магаданцы с мини путешествиями из Москвы пока пока до следующих встреч в следующих видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч